здравствуйте это народный патруль за неделю накопилось много интересных видео от наших зрителей так что предлагаю во всем этом разобраться начнем через секунду ну а ты уже можешь стать участником следующего выпуска для этого снимай все что покажется интересным и присылай ватсап на номер восемь девятьсот двадцать четыре восемьсот пятьдесят пять двадцать пять или в телеграмм народные нижнее подчеркивание патруль 49 вечером 14 декабря на улице гагарина 45 загорелось здание строительной базы пламя охватила всю крышу и часть помещений на втором этаже в этот момент там находилось три человека которые сами смогли эвакуироваться собственно на кадрах можно услышать реакцию одного из работников котельной по предварительной версии причиной пожара могло стать неисправное отопительное оборудование дым еще и на класс шить он с той стороны горит другой от короче заеду ремонтировать придется Мы вязаны. Горит. 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 Все горит. Разгорает. Там внутри вроде потушили. Магаданцы удивительные люди. Каждую зиму выпадает снег и каждый раз мы этому удивляемся. Вот и сейчас город оказался не готов к циклону. Дороги хоть и чистили, но откровенно медленно и не везде. Причем умудрялись застревать даже грузовики. К счастью нашлись и те, кто помогал их вытянуть. Патролом, б***ь. В это время снегоуборочная техника была замечена на улице Пролетарской. Снег здесь убирали в несколько заходов вплоть до асфальта, но даже на этом не остановились. Специальный репортаж для тех, кто не видит, что чистят снег. Да, его чистят. Вот смотрите внимательно. Вы просто все не видите, а его чистят. В засаду попадали и автобусы. В обоих случаях на помощь пришли неравнодушные очевидцы. Правда, на Солнечном подмога была в лице десяти человеческих сил. А на улице Пролетарской больше сотни лошадиных. Школьный автобус забуксовал на остановке на 95-м. И не может выехать. И помочь ему никак никто не может. Вот коммунальщики чистят так дороги. Вторая серия. Вот парень ехал, просто на сафари мимо увидел, остановился с лебедкой. Вот так, только в Магдане может быть. Решил попробовать помочь. Ну куда там, здоровый, тяжелый автобус. Сафарик он у него вывез. Сейчас вам звонят, слышу, что в окно хотят какую-то большую машину с торсом, с длинным канатом. Буду дергать, а всем остальным по барабану. Дети в школу поопаздывают, я-то бедненький. Так что вот это Магадан, да. Ура, вытащили наконец-то. Японский автопром помог, как всегда. Ну это Магаданская останова. Так бы другой, на материке бы и не остановился. Так парень в лебедке попробовал, не получилось. Он трос взял, достал длинный тросом, вытащил этот сарай. Оставлять свой автомобиль вплотную возле дома все равно, что играть в русскую рулетку. Кто знает, что и когда может прилететь сверху. Вот и автор видео выиграл новое лобовое стекло. Правда, пока не ясно, за чей счет его поменяют. В любом случае сосулька могла упасть и на голову. Место действия пролетарская 26.2. Все таки случилось. Вон оно. Все разбитое. С крыши упал, лобовое стекло, все хлам. В автотеке после недавнего потопа продолжаются ремонтные работы. Землю здесь роют и при свете дня и с заходом солнца, что естественно напрягает местных жителей. Точка кипения наступила в выходной. Уважаемый работник желтого экскаватора. Жильцы дома посовещались и решили отпустить вас на выходной. Если вы не проследуете на выходной в срочном порядке, жильцы дома будут вынуждены закидывать вас дубчинскими яйцами. И еще немного о снегопадле. Пешеходы жалуются, что расчисткой дворов и тротуаров занимаются не везде. Попахивает нарушением прав граждан на свободное перемещение. В частности, труднопроходимыми оказались улица Первая, Верхняя, Горького, Литейная и Широкая. Вот это все творится, подъем на первую верхнюю. Тут прочистить чуть-чуть и ни одна сволочь, грубо буду говорить, потому что по-другому не назову, не прочистила. Как мне идти? Я провалилась, еле вылезла, на работу и шла. А с работы как? Ну что это такое? Капец какой-то. Тут машины, правда, укатали. Тут, не знаю, трактор прошел, не прошел. А здесь, пожалуйста, вот какая высота. Я проваливаюсь, если бы могла, был снег грыхлый, я бы провалилась вообще с головой, потому что выше моего роста. Это кошмар какой-то. Смотрите, как людям здесь ходить. Дорога совсем вниз нечищена, совсем. Слава Богу, сосед есть, который нам прочищает здесь дорогу. Но неужели нельзя подняться? Этих сто или пятьдесят, я даже не знаю, сколько тут метров передуло. Мой рост. Ну что, сильнее люди, что ли, конец, конец, конец. Не дай Бог, пожалуйста, не дай Бог, что? Что делать? Как жить? Что за народ? Как же отношение такое? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть, вот смотрите, у нас здесь было все ровно. То есть, мы вычищаем, чистим у нас ровно. Сегодня у нас прошел трактор. Посмотрите, что он наделал. Теперь вообще просто колеи он сделал, просто колеи огромные. Мы каждый возле своего двора расчищаем, чистим. У нас была ровная поверхность. Посмотрите, посмотрите сейчас, что он сделал. Ну, это вообще уму непостижимо. Кому нужна такая работа? Объясните, где в пол колена сделаны колеи. Когда все было гладко, было чисто. Кому нужна вот такая работа? Я ничего не понимаю. Это что, специально делается или как издевательство какое-то? Я не понимаю. Вообще, что это происходит у нас? Во! В пол колена колеи, в пол колена. Вот здесь вообще возле моего дома было все ровно. Все было абсолютно ровно. Выхожу, вычищаю. Посмотрите сейчас, что творится. То есть, это называется, у нас глут почистил. Сделал хуже, чем еще было. Ребят, ну это вообще, это ну как? У меня просто вот, правда, сил нету. Кто у нас работает и где? У них вообще голова о чем-то думает. Неужели нельзя поднять ковш и пройтись по ровному? Чтобы вот это вот не делать то, что наделали. Все, все было ровно. Абсолютно все было ровно. Вот посмотрите сейчас, что творится. Ну, я вообще не понимаю, для чего? Для чего трактор ходит чистить? Чтобы еще хуже сделать? Вот, абсолютно вот было ровно. Вот так вот было ровненько. Было ровненько, вот, как здесь площадка перед домом. Ну, что это такое? А теперь что? По коленам ходить и ходить тяжело. Люди идут на колонку за водой. Ну, это вообще, это уму непостижимо. Как можно так чистить? Как можно так дорогу разворочить? Он все специально что ли делает? Я ничего не пойму. Посмотрите. Посмотрите. Ну, куда это годится? Была ровная поверхность. Вот это он сделал вид, что он якобы чистил. Ну, что это такое? Это вообще. Ну и, конечно, на минувшей неделе не обошлось и без автомобильных аварий. На пересечении улиц Клубной и Нагаевской желтый универсал не уступил дорогу седану, из-за чего тот влетел ему прямо в бочину. Знаки приоритета наглядно показывают, кто прав, а кто влетел на ремонт. Коротко о других ДТП. На улице набережной 13 буквально на ровном месте перевернулся автомобиль. О пострадавших неизвестно. Последствия других аварий попали в объектив камер на Карла Маркса и Пролетарской. Во всех случаях разбираются сотрудники ГИБДД. На улице Берзина кто-то решил согреться и подпалил помойку. Хотя, возможно, это своеобразный метод выжженной земли, чтобы избавиться от крыс. В любом случае, на вызов пришлось выезжать пожарным. Ну а титул самого нарядного поселка к Новому году уже в который раз забирает палатка. Думаю, сомнений здесь не возникнет. Взгляни сам на эту красоту. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Здесь и закончим. Не забывай, что только от тебя зависит, какое окажется следующая неделя. Так что снимай все, что покажется интересным, и присылай нам в WhatsApp на номер 8 924-855-2525. Или в телеграмм народные нижнее подчеркивание патруль 49. Удачных кадров и до новых встреч! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА